Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые участники конференции. Как всем известно, еще в 2013 году вступил в силу порядок оказания скорой медицинской помощи, в соответствии с которым сама скорая медицинская помощь в стационарных условиях оказывается в стационарном отделении скорой медицинской помощи. Это отделение создается в медицинских организациях, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, которые поступают где-то более 50 пациентов по экстренным показаниям. Это отделение, естественно, выполняет функцию приема пациентов, так же, как и приемное отделение. И параллельно там работают врачи скорой медицинской помощи, которые продолжают оказание скорой медицинской помощи поступающим пациентам. И в последующем решается уже вопрос для последующей госпитализации пациента или специализированное отделение, или выписка на амбулаторное лечение по месту жительства. Я не буду останавливаться на сортировке поступающих пациентов. Это Сергей Федорович Багненко вчера говорил в своем докладе. Я упомяну, что существует три потока – зеленый, желтый и красный. Зеленый – это легкие пациенты, и поступает в зеленую зону – это зал ожидания. Желтый поток – это средняя степень тяжести, как правило, не способный самостоятельному перемещению, но не нуждающийся в реанимационной поддержке. Это вот желтая зона. Правило, посередине пост и отдельные койки. И красный поток – это пациенты, нуждающиеся в реанимационной поддержке, как правило, поступающие в красную зону. Это где-то 4-6 коек, палаты реанимации и интенсивной терапии. Отдельно выделяется дельник расточного пребывания. Это для пациентов, которые не нуждаются пока в госпитализации специализированное отделение, но должны их рано выписывать. Они должны, каким-то образом, понаблюдаться где-то в течение примерно трех суток. Кроме этого, естественно, в этом отделении присутствует и крылосуточно-диагностическая служба. Здесь как раз вы видите на слайдах оборудование. Для сортировки используется сортировочная шкала, в которой используются показатели дыхания, кровообращения, сознания. Также вы видите на экране. Естественно, при массовом поступлении пострадавших к отделению, которое осуществляет прием пациентов, это может приемное отделение, приемное диагностическое отделение или стационарное отделение скорой помощи, конечно, здесь его роль, она возрастает серьезно. И стационарное отделение скорой помощи как раз и создается, и строится, в том числе для оказания, для приема пострадавших при массовом, какой-то при ЧС, при массовом поступлении. Для этого как раз и существуют необходимые площади. В этом отделении как раз работают врачи скорой медицинской помощи, осуществляющие эту медицинскую сортировку, заточенные под нее. При этом следует обратить внимание также, что эти врачи они осуществляют сортировку по тяжести состояния. При массовом поступлении пострадавших, как правило, поток может делиться на два, это на легкие или на тяжелые. И для пациентов тяжелых как раз и красные, и желтые зоны, они превращаются в палаты реанимации, интенсивной терапии. И при определенном дооснащении оборудованием, часто дыхательной аппаратурой, аппаратурой слежения, там может быть оказана медицинская помощь таким пациентам, тяжелым. Естественно, в основном отделении скорой медицинской помощи есть противошоковая палата или операционное отделение противошоковых мероприятий, которые также используются для оказания экстренной медицинской помощи пациентам. Зеленая зона используется как приемно-сортировочная площадка, а, к примеру, отделение кроссовочного пребывания, оно может использоваться для легких пациентов или для средней степени тяжести. Соответственно, круглосуточная диагностическая служба, она предназначена в том числе и для приема пациентов при массовом поступлении. При необходимости она может быть усилена персоналом и, в принципе, она может справиться вот с таким большим потоком. Кроме этого, поскольку в сценарии скорой медицинской помощи работают врачи, скорой медицинской помощи, которые могут оказывать помощь пациенту различной степени тяжести, к легким, средней степени тяжести, тяжелым, поэтому возможна ротация между различными зонами, скажем так, способствующим усилению, пусть им, того или иного направления. В завершение я хочу сказать о том, что в Санкт-Петербургском первом медицинском университете в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе как раз существуют эти отделения, предназначенные для приема пациентов при массовом поступлении, при ЧАЭС. И предлагаемая схема двойного назначения площадей, она способствует и позволяет быстро оптимизировать работу стационара в условиях массового приема пострадавших. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Николай Владимирович. Какие будут вопросы? Спасибо большое, Николай Владимирович. Вообще надо сказать, что у нас в Санкт-Петербург и Сергей Федорович Багненко, они очень разумны, как выступили пионерами по организации подобных отделений. И теперь их уже подхватили некоторые другие регионы, Казань, Набережная Челны. В общем-то, все больше и больше регионов именно двигаются по этому направлению. В Москве мы тоже, учитывая опыт Санкт-Петербурга, сейчас занимаемся разработкой типового проекта вот такого отделения скорой медицинской помощи, которое будет уже привязываться конкретно к многопрофильным стационарам города.